Административный ресурс в борьбе с наледью. В среду специалисты городской администрации проверяли, в каком состоянии управляющие компании содержат придомовую территорию, в частности, кровлю. Дом по адресу проспект Ленина 102 уже значился в сводках чрезвычайных происшествий. Полтора года назад здесь от падения наледи с крыши серьезно пострадал прохожий. В тот случай управляющую компанию ничему не научил. Сосульки величиной с целый этаж. А ведь в этом доме располагается детский сад. Управляющая компания, да, это вообще ни один год не оббивают сосульки, ни одну зиму не оббивают сосульки. Вот я работаю здесь уже пять лет, пять лет, и ни разу, ни одну зиму без скандала сосульки не оббиваются здесь. Вот в соседнем доме там следят, там постоянно всю зиму оббивают сосульки, чистят снег. В этом доме никогда. Налицо мы видим недвижение содержания придомовой территории, видим наличие сосулек, наледи на кровле дома. Поэтому по результатам рейда будет принято решение о проведении контрольных мероприятий и выданное предписание в целях устранения выявленных нарушений. Материалы по результатам контрольных мероприятий будут направлены в службу государственной жилищной инспекции для принятия мер административного воздействия к именам лица. Один из жителей дома по адресу проспект Ленина, 73, жаловался в мэрию на ледяные глыбы, нависшие над двором, еще на прошлой неделе. На этот раз комиссия выехала на место повторно проверить, устранили ли нарушения. И несмотря на то, что как раз в тот момент промышленные альпинисты приступили к борьбе с наледью, управдома все равно привлекут к ответственности. Холодная война с нависшей над Ивановцами угрозой продолжится. Принять участие в ней может каждый неравнодушный житель областного центра. Достаточно просто сообщить о ледяных глыбах по телефону горячей линии или оставить сообщение на портале Иваново РФ. По каждой жалобе будут приняты меры реагирования. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.